Времени осталось совсем мало, и мы пытаемся успеть. Работа над дверным блоком продолжается. Сделав несколько запилов сверху боковых вертикальных бревен, ножом легко выбирается древесина под верхнюю часть блока. Колотушки не справляются, в ход идут только руки. Два паза будут удерживать выструганную топором березовую доску. В строительстве мы не используем гвозди, скобы и иные крепежные изделия. Берем только то, что под руками и ногами, с надеждой на правильный расчет. Тяжелая деревянная крыша с амхами в несколько слоев, своим весом будет придавать всей конструкции дверного блока жесткость и надежность. Во всяком случае мы на это надеемся, допуская, что все пойдет не по плану. А плана B у нас нет, остается только действовать. И пока все получается. Короб для двери готов. Впереди самая сложная, волнительная и кропотливая работа. Изготовление и установка двери. Пора сделать эту медвежью берлогу настоящим домом. Каждое утро в этих горных лесах стелется густой туман. Глушь. Тишина то и дело нарушается треском веток, странным шелестом кустарников, словно кто-то бродит совсем рядом. У этого лося парагона. Сейчас они максимально агрессивны и запросто могут напасть на любого, кто встанет на их пути. Самка, находящаяся рядом, ответит на его постоянное уханье. А что будет дальше, можно только догадываться. Наш лагерь находится под чуткой охраной рыжего зверя. Гроза медведей и страх лосей, Дася, несет службу с небольшими перерывами на обед и сон. Короткое северное лето закончилось, и осень быстро разрисовывает лес своими яркими красками. Туманы, дожди и низкие облака теперь не редкость. Холодные ветра еще не добрались в эту глушь, и здесь все так же есть то самое чувство покоя и безмятежности. Даже Дася, не двигаясь, любуется туманным горизонтом. Чай становится еще вкуснее, а костер еще жарче. Наш скромный огород продолжает расти. Немного картошки и лука, которые мы часто добавляем в блюда. Но это горы, и здесь может произойти все, что угодно. Даже то, чего мы не ожидали. И, конечно, это произошло. Хватило несколько часов, чтобы все засыпало снегом. К такому повороту событий мы точно не были готовы. Но отчаиваться и опускать руки не стоит. Ведь зима – наше время. Субтитры создавал DimaTorzok Наша дверь будет сделана из сухих бревен, которые мы с запасом заготовили для ее создания. Напитанные смолой, да еще закрученные еловые стволы, даже высушенные ветрами, остаются крайне крепкими. Тщательно сучкуем бревна, чтобы при их стыковке друг с другом зазоры были минимальны. Топорами снимаем сухую, местами трухлявую кору. При стыковке она, как и сучки, будет мешать, да и прослужит без коры дольше. Дверь получится тяжелая и массивная. Главное, чтобы дверная коробка не подвела и выдержала ее вес. Всего на дверь мы выбрали 5 относительно прямых бревен. Сам дверной блок снизу получился шире, чем сверху. Несколько раз уложив бревна в разных вариациях, мы выяснили, что они практически идеально будут расположены в дверном проеме, если их выложить комлем вниз. Так мы нашли наиболее оптимальное расположение древесины для формирования двери. Теперь начинается один из самых сложных этапов. Нам предстоит соединить все бревна так, чтобы получить единый монолитный дверной каркас. Для соединения всех бревен в единое целое полотно мы решили использовать классическую технологию изготовления дверей со шпонками. Традиционно шпонки делаются из деревянных брусков. Насколько это возможно делать топорами, стараемся вырубать профили у шпонок трапециевидными. Это сложная и кропотливая работа, на которую мы затратили немало времени и сил. Дася с ее густой шкурой спокойно лежит рядом и мудро наблюдает за нашей суетой. Множество фотографий и забавных видео с рыжим зверем можно найти у нас в инстаграме, куда мы выкладываем много материалов с наших путешествий, которые не входят в основные фильмы. Бревна уложены в нужном порядке и правильной стороной. Стыки минимальны. Теперь размечаем контуры будущих пазов под шпонки, с учетом размеров этих шпонок. Главная задача вырезать пазы так, чтобы шпонки вошли в них максимально плотно и жестко соединили все бревна. Эти соединяющие бруски позднее мы не раз подтачивали и достругивали, чтобы вставить их в пазы. Пожалуй, процесс подгонки их был самым сложным во всей процедуре изготовления двери. Стамеской выбираем лишнюю древесину, стремясь к ровному дну паза. При изготовлении дверей не из бревена, а из досок можно ограничиться пропилом паза в четверть глубины или максимум в треть. Но учитывая общий вес конструкции двери из бревен, для пущей надежности мы решили сделать пазы глубиной в среднем в половину бревна. Каждый паз делается на конус. Внизу шире, а вверху уже. При этом нужно учитывать и меняющуюся от начала к концу ширину шпонки, которая делается разной намеренно, для более жесткой фиксации дверного щита. Всю щепу из получившихся пазов мы унесли в дом на растопку. Будучи сухой, она моментально вспыхивает и позволяет быстро запалить огонь. А огонь в камине мы запаливаем сразу по приходу в каменный дом. На получившиеся угли кладем березовое бревно, которое тлеет до самого вечера, прогревая и готовя дымоход для вечернего костра. Когда работы в лагере закончены, все керосинки мы переносим в дом и разжигаем мощный костер. Тепло от камней и жар от огня моментально согревает. Требуется всего около 10 минут, чтобы полностью просушить ноги и высушить обувь. Утро. Температура около нуля. Снег тяжелый и липкий. Тихо и безветренно. Под горой на звериных тропах раз в неделю мы традиционно проверяем наши фото-видео ловушки, меняя в них аккумуляторы и карты памяти. Люди за весной и лето попались в кадр только один раз. Это были геологи. Камеру они заметили, но брать чужое и пакостить не стали, за что им большое спасибо. В этой локации на тропе мы установили солонец для зверя. Дася, как всегда, внимательно обнюхивает тропу, явно чувствуя чье-то недавнее присутствие. Осталось проверить и увидеть посетителя солонца. Этот ухающий лось уже попадался в нашу камеру, но ему интересен не солонец, который можно увидеть чуть сзади, на пне. Лось изучает гонную яму, которую припорошила листвой. Именно в этих местах лоси проводят свои брачные обряды. Вернувшись в лагерь, продолжаем работы, периодически вставляя шпонки в пазы для калибровки. Пока все идет гладко, но говорить об успехе еще рано. Здесь важен конечный результат. Все бревна мы заготовили на 10 сантиметров выше дверного проема, чтобы после того, как шпонки будут вставлены в пазы, подпилить их по нужному уровню. Остается вставить шпонки в пазы и вбить их. На этих кадрах показана наша шестая или седьмая попытка сделать это. Процесс подгонки шпонки под пазы и пазов под шпонки занял огромное количество времени. Ножом срезали небольшие неровности. Кое-где пришлось добавлять в паз небольшие плоские щепки для более плотной стыковки. Не во всех местах получилось идеальное прилегание. Пришлось много поработать молотом, силой добивая шпонки со всех сторон. Чем дальше уходит по дверному щиту шпонка, тем сложнее ее вбивать, поскольку такая процедура не только насаживает шпонки в пазы, но и сжимает бревна между собой за счет своей сужающейся формы. С большим трудом и значительными временными тратами мы достигли нужного результата. Дверной щит получился жестким и очень тяжелым. Возможно, в будущем мы все-таки пройдемся по этим креплениям саморезами или гвоздями, но пока все держится и без них. Теперь настало время отпилить торцы шпонок, чтобы дверь можно было установить и свободно закрывать ее. Она получилась настолько тяжелой, что поднимать ее мы можем только вместе. Есть большие опасения насчет того, выдержит ли ее наш дверной блок. Что ж, ответ узнаем очень скоро. В надежде немного отдохнуть, мы отправились исследовать один пролесок, который находится примерно в километре от нашего дома, и были крайне удивлены, найдя в нем родник, бьющий из-под земли. Снег не тает и дожди не идут, а значит родник, скорее всего, не сезонный, и им можно пользоваться круглый год. Набрав воды и поставив туда фотоловушку, мы отправляемся обратно. В следующем, финальном эпизоде мы покажем, какой зверь ночью приходит попить воды из этого родника, и кто живет совсем рядом с ним. На нижней и верхней доске делаем стамеской пазы в три четверти глубины древесины. Сделать дверь на подпятниках действительно, как мы с вами и обсуждали, один из реально работающих способов разместить ее в дверном блоке без использования каких-либо специальных дверных петель. А учитывая ее большой вес, такой способ кажется единственно возможным. Совсем рядом идет подгонка пилой дверного щита по высоте проема. Работаем параллельно. Становится холоднее и приближается вечер. Если дверной блок не выдержит, будет полный провал. Поэтому, чтобы все получилось, каждый этап мы стараемся делать максимально тщательно и правильно. Пазы для подпятников делаем по контуру пол-литровой жестяной кружки. Ее диаметр показался нам оптимальным для них. Углем обводим контуры кружки для создания подпятников на самой двери. Сделав чуть ниже бревна пропил до этого контура, стамеской быстро убирается лишняя древесина. Немного доводки и можно пробовать. Подпятники примеряем по внутренней части кружки, а пазы под них по внешней. Разница получается около миллиметра. И дверь должна плотно сесть в блок без какого-либо люфта. Равняем по высоте подпятники. Прораб Дася как никогда спокойно. Чего не скажешь о нас. Наступает развязка. Момент истины близок. И тяжелая деревянная дверь отправляется туда, где ей место. Перед установкой у входа положили толстое березовое бревно. На случай, если край двери нужно будет поставить на время монтажных работ. В нижний паз подпятник зашел практически сразу и без каких-либо проблем. Тяжелее всего вставляется верхний подпятник. Крыша дома давит на верхнюю часть дверного блока. Чтобы подпятник вошел в верхний паз, необходимо приподнять верхнюю часть дверного блока вместе с крышей. Завести подпятник и опустить. Большой вес крыши не дал сделать эту процедуру до конца. И подпятнику не хватило совсем немного, чтобы зайти в паз. Пришлось немного постучать молотом. И... Все получилось. Дверной блок выстоял, и дверь жестко засела в пазы. Но пока не закрывается, верхней частью упираясь в планку. Здесь снова пригодилась стамеска, которой мы снимали древесину, мешающую полному закрытию двери. Небольшой просчет с размерами случился из-за даси. Это она, будучи прорабом каменного дома, не доглядела. В середине пришлось убирать около полутора сантиметров древесины. И вот первое открытие и закрытие. Удивительно, но ее вес при этом не кажется таким большим. Крайнее бревно решили подрубить, чтобы дверь более плотно закрывалась. Одно из опасений было в том, что именно при открытом положении двери короб может не выдержать нагрузки и упасть. Однако сейчас видно, что опасения были напрасны. Все работает. И в каменном доме наконец-то появилась самая настоящая массивная деревянная дверь, которую мы сделаем теплой уже совсем скоро. Впереди нас ждет грандиозный финал хроник каменного дома, в котором его постройка завершится окончательно. Не пропустите. Но пока хроники еще не окончены. Если вы хотите поддержать нас, прямо сейчас оцените это видео и поделитесь им с друзьями и близкими. Напишите в комментариях, стоит ли официально трудоустраивать Дасю на должность прораба у лесных с выплатой двойного продуктового пайка. И просто поддержите нас добрым словом. Ну а с вами были лесные. До новых встреч, друзья. Мы увидимся очень скоро. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok